Добрый вечер! В эфире программа Поговорить. Сегодня мы разговариваем с Алексеем Чистяковым. Это руководитель портала ПРОПЕРМ. И вот сразу у меня вопрос. Сейчас печатные СМИ как бы на двух стульях с табуреткой, что ли, сидят. С одной стороны, они уходят от бумаги частично в интернет, но очень сложно монетизировать интернет-версию. У вас этого комплекса нет, я имею ввиду печатного. Вы сразу начали делать СМИ в интернете. А как вы монетизируете это? Потому что это ведь не только социальная миссия СМИ, это еще и бизнес. Насколько успешно, насколько много, плохо-хорошо, то есть монетизируем. Ну хватает. Вы сами себя содержите, сами зарабатываете и не печалитесь от того, что у вас нет бумаги, например. Вообще не печалимся, нет. Мы с самого начала 2006 года зарабатываем сами. Ну вот как первый износ 10 тысяч учредителей дали, так все. С тех пор привлеченных средств нет. А сколько у вас там работают людей? Потому что в интернет-СМИ чем хорошо, там, я не знаю, не надо корректора. Особый редактор, наверное, не надо. Не надо верстать, не надо распространять, я имею ввиду, ну во всяком случае, почтальонами. С одной статьи бумаги, конечно, нет. То есть дистрибуция, опечатка, всего этого нет, согласен. Все остальные расходы примерно такие же. То есть редакция, корректор, все это тоже есть. А у вас как-то редактируются материалы? Ну, конечно, у нас есть журналисты, есть редакторы, ну то есть все как у взрослых. Как у взрослых? Нет, просто у меня-то был такой опыт, я имею в виду вместо времени, и нам пришлось резко сократить, ну, практически половину редакции. У нас не стало корректора, у нас не стало верстальщика, по сути дела, редактора не стало. У нас никогда изначально много и не было их. То есть 6-7 человек, это вот максимум, что можем... А какая у вас аудитория? Аудитория в цифрах? В цифрах? И фактах, и аргументах? В цифрах у всего портала в месяц аудитория 300 тысяч уникальных, а у новостей 200-230 тысяч. Ну, это прилично. А вот как это монетизируется? Я вам должен сказать, что газета с тиражом в 200 тысяч экземпляров, ну, в общем, зарабатывала бесплатно, я имею в виду. И вы же тоже бесплатно достаетесь потребителям. Она зарабатывала на их помогателях. Мы еще и приплачиваем тоже. Так же, как и газеты, мы тоже приплачиваем. А вы-то кому приплачиваете? Ну, мы же, чтобы попасть на экран, пользователи тоже должны, соответственно, поработать. То есть мы либо продвигаемся в соцсетях, либо в поисковиках, тем же Яндекс.Новостями занимаемся. Ну, то есть это же тоже деньги и расходы. Да-да-да, это я все понял. Ну, вот мне показалось, что у вас какой-то появился призыв журналистский. То есть раньше у вас как-то больше новости есть новости. Ну, это не только у нас, это общая тенденция. Ну, то есть все порталы городские, все маленькие СМИ в онлайне, они начинали как агрегаторы. Ну, то есть они просто копипастили чужие новости и жили так годами. Ну, я вот смотрю, перемены у вас начались в этом смысле. То есть у вас появились так называемые лунги, то есть большие материалы. Ну, они и раньше были. Ну, на самом деле все перемены случились лет пять назад, когда у нас появилась редакция с главным редактором, с осознанной повесткой. То есть не просто сочетать с рынка вообще все новости, а выбирать новости, которые мы сами хотим осветить. И, соответственно, с этого момента мы, в принципе, пишем много авторских новостей. Ну, я-то к чему говорю, потому что совсем недавно у вас появился материал «Короли госзаказа». Ну, ярко выраженный, скажем так, антикоррупционный, или как его еще назвать, это мы отдельно поговорим. Но такие материалы появляются тогда, когда в редакции появляются журналисты, имеющие опыт печатных газет, изданий. Вообще нет. Нет? Разве? Такие материалы появляются, когда появляются программисты, которые говорят «О, а смотрите, чем мы нашли». А программисты тут при чем? Именно они же, в принципе, достают данные для анализа. Ну… То есть там основа материала, это большая выборка данных. Я согласился, почему? Потому что работать с сайтом госзакупок или с сайтами налоговые и понимать, кто где, чем владеет и как они пересекаются, для этого программисты не нужны. Для этого нужен, ну, скажем так, исследовательский, журналистский подход и талант. Я знаю журналистов, которые лет пять уже этим занимаются и довольно успешно. И в печатных СМИ, в общем, это далеко не новость, такие материалы. Просто не в этом. А в чем? При чем здесь программисты? Открытые данные по выпискам из игры, то есть там Spark Interfax, картотека, они, естественно, все в доступе. В госзакупке сайт тоже, пожалуйста, заходи, смотри, не хочу, но никто не делает. А особенности в чем? При чем здесь программисты? Вопрос в том, что нужно было выгрузить большие данные, то есть за год выгрузить все контракты по определенной категории, по определенным закупщикам и их проанализировать. А вы проанализируете какую-то специальную программу, пишете для этого? Ну, я сейчас не буду громко ругаться, а лапку бами мы, конечно, не орудуем, но и бигдатой тут тоже, конечно, не пахнет. То есть 6 тысяч строк в экселевской таблице – это далеко не бигдата. Но переварить их тоже достаточно сложно, то есть там как минимум сводные таблицы и осознанность в получении результата. Ну, это же надо. То есть когда появились какие-то тренды, то есть программист пришел, сказал, смотрите, у меня есть прикольная выгрузка, зацените. А вот можно посмотреть ее вот так, вот так и вот посмотреть такие данные. После этого, когда мы увидели там нули в определенных строчках по снижению цен, мы говорим, ага, действительно есть чем покопаться. То есть журналистика дополнилась некой технологией, которой раньше не было? Нет, это, конечно, в первую очередь появление открытых данных как таковых. Ну, то есть раньше журналистика – это была такая кастовая профессия, то есть получение каких-то данных – это было исключительно пререгативой именно журналистов. То есть можно было запросить редакционный запрос, на него получить ответ и с ним работать. Журналисты еще работали и с источниками информации? Ну, человек с улицы, условно говоря, не мог эту информацию получить никак. Ни с помощью запроса, ни с помощью источников. Сейчас, в принципе, любой человек может постучаться в открытые данные определенного портала, выгрузить весь список точек, посмотреть, какое количество отписок у них случилось, к примеру, по этим точкам и проанализировать. Ну, это не только прерогатива интернет-СМИ, такой же программист может сработать и в печатном издании. Ой, дорогие бога, это, конечно. Просто я хочу понять, с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с новой технологией анализа? Excel? Нет, и он 15 лет существует. Проблема немножко в другом, мне кажется, проблема в пассивности. Пассивности чьей? Пассивности СМИ. Ну, то есть, вот я хожу по пергамским СМИ, мне интересно их читать. Я хожу по, не знаю, алтайским, йобургским СМИ, мне чуть-чуть более интересно это читать, но тоже не намного больше. И попытка угнаться за объем информации, которым заваливают все и вся, то есть во всех каналах, сейчас идет очень плотный напор информации. И в 90% случаев это та информация, которую не нужно знать, ну, то есть в принципе не нужно. И в этом напоре постоянно пропадают хорошие качественные материалы. То есть очень хочется, чтобы длительные, ну, то есть большие материалы, интересные, с глубиной проработкой высокой, они оставались подольше. То есть раньше печатка, в принципе, этим ведь и хороша была. То есть ты открыл недельную газету, и у тебя на развороте как бы тот материал, который прочитают сотни тысяч, и он один на этой полосе. То есть все, весь фокус внимания на нем. А сейчас фокус размыт. То есть можно открыть одновременно Инстаграм, Фейсбук, ВКонтактик, полистать все ленты, втунуть в этом, клюнуть, выйти поработать, через 5 минут снова отвлечься, снова туда провалиться. То есть 5 часов в день на это дело потратил, и ты в тренде, и в курсе. И вопрос в тренде чего, что ты нового узнал. Вот, кстати, в тренде чего. Давайте вот на конкретном материале разберем вот эту ситуацию. Вот ваш материал «Короли госзаказа». Я не уверен, что все его прочитали, поэтому, если можно, вкратце. О чем там? Там название более одиозное, чем содержимое. Вот, это мы к этому придем. По факту там просто анализ госзакупок по определенной отрасли в течение года. Поставок лекарств больницам и меддрав. Поставок лекарств больницам за счет бюджета. И первый у нас король – это пермфармация. Суть этого материала, на мой взгляд, в том, что там особой конкуренции нет. Поскольку есть по конкурсам снижение на 0%, на 2%. То есть, грубо говоря, снижение первоначальной цены, которая заявляется, практически нет. И это каким-то образом увязывается с каким-то административным ресурсом. Я правильно? В статье никак не увязывается, но… В статье не увязывается, но… Мы не можем же однозначно утверждать. То есть, каждая закупка достаточно конкурентна формально. То есть, если мы смотрим на закупку на сайте госзакупок, там все правила соблюдены. Мне кажется так. Если мне не изменяет память, в 2008 или 2009 году было возбуждено уголовное дело по исчезновению с балансом муниципальных аптек и некоторых других вещей. Материал не только про пермфармацию? Не только. Я посмотрел и обсуждение в Фейсбуке этой истории, и там, мне кажется, совершенно четко все привязывают перформации к наибольшему объему поставок и так далее. С каждым точки зрения именно этой статьи, то есть этого анализа, условно говоря, перформации меньше всех повезло в том, что они там в первом списке попали. Поэтому как бы сразу видится какая-то политическая там история подоплёка. То есть, грубо говоря, это не антикоррупционный материал? Он антикоррупционный, насколько мы смогли его сделать антикоррупционным. Но вопрос ведь не только в первом месте. Потому что там второе, третье, четвёртое. Там многие места вызывают вопросы. На самом деле, по жанру, это, с одной стороны, это аналитический материал, чисто экономический. Ну, просто, грубо говоря, обзор. Но, судя по названию Королей госзаказа, по заголовку, это материал как бы такой, знаете, с мелёком. Королей не мы придумали. На самом деле же это федеральный формат. Его, насколько я понял, Форбс в своё время поднял и тянет эту лямку как бы уже на протяжении нескольких лет. Честно говоря, мне кое-чего в этом материале не хватило. Может быть, потому что у меня как раз есть комплекс печатной прессы. Потому что нам надо сделать, для меня лично было, какой-то вывод сделать. Но данных для выводов для меня в этой статье, в общем, маловато. Ну и что, что они больше всех поставляют? Ну и что, что там нет снижения цены? Это же вопрос конкуренции. Если у ФАСа нет проблем, то и нет проблем коррупционных. Потому что коррупционные проблемы начинаются тогда, когда используется служебное положение для того, чтобы обеспечить преференции своему или аффилированному каким-то образом предприятию. Но здесь я не нашел этой связи. Ее и не искали, или не могли найти. Нет, мы били себя по рукам, чтобы закончить этот материал. Копать в глубину можно до бесконечности. Но смысл в том, что мы формат поменяем. То есть у нас либо рейтинг из аналитики и цифр, и топ-10, и все, и мы останавливаемся. Либо мы начинаем залазить в каждую отдельную историю и проваливаемся в нее. И мы можем тогда год этот материал делать. Я и хочу понять разницу между новыми и медиа. Но это не значит, что мы не выпустим материал дальше. То есть сейчас она подготовит следующую. На следующем этапе это будет анализ, что за истории с падением цены до 90% и потом поднятием обратно. Или что за истории со снижением цены до 90% и поставкой лекарств за 10% от настоящей стоимости. Это же вопросы открытые, потому что если лекарство продается за 300 рублей, если даже оно на рынке стоит 3000 за ампулу. Слушайте, но вообще заниматься расследованиями журналистскими, а чувствую, вы как бы больше к этому жанру начинаете тяготеть, я имею в виду портал, это довольно дорогое удовольствие. Почему? Потому что это же не новости. Журналист не может просто копипастить, на что ему нужно 15 минут. Здесь нужно заниматься этим месяц, может даже и больше. Я примерно представляю объем работы, который был переработан. На мой взгляд, вы сильно рискуете экономикой. Потому что журналистские расследования, удовольствие дорогое. Я понимаю, что оно модное. Я понимаю, что оно всегда было модным. Но это дорогое удовольствие. Это экономический аспект. С точки зрения редакционного контента, он в принципе сам по себе дорогой. Если вспомнить модель начала, то, что начинали городские порталы с досок объявлений и какого-то абсолютно бесплатного, с пользователями создаваемого контента, понятно, что сейчас мы приплыли к истории, когда мы делаем максимально дорогой контент. И что самое интересное, в соцсетях все эти паблики, они тоже сейчас в итоге скатились к тому, что они сами начали генерировать контент. Это тоже резко ухудшило их экономику. То есть, по сути дела, это превращается в полноценное абсолютно средство массовой информации. Спасибо. А до этого, значит, мы были какие-то недосмыслены. Без лонгов имеются в виду большие материалы, которые требуют тщательной проработки, изучения информации и, грубо говоря, расследования, или исследования в данном случае, наверное, это будет точнее. Это не совсем СМИ. Это вот доска все-таки объявлений. И то, что интернет-СМИ, на мой взгляд, непросвещенные, начали этим заниматься в СМИ, или это отдельные какие-то порталы исследовательские? Это, на мой взгляд, новое. Интернет-СМИ этим занимаются давно. Другой вопрос, что в регионах, может быть, пока это не так сильно развито. Но, опять же, Екатеринбург, возьмем, там гораздо все с этим лучше. И там расследованиями, активизмом каким-то занимаются. Жизнь поживее. Ну да, там гражданское общество пободрее. И пободрее, пободрее Екатеринбург. И должен сказать, что там объем рекламного рынка раза в 4 больше, чем... То есть они не могут себе позволить, условно говоря? Не могут. Я не уверен, что Пермский край может себе позволить очень качественные СМИ. Ну как-то надо дефицитировать. Я имею в виду Пермский край по объему рекламы. То есть кадры, журналисты и читатели этого хотят, но я не уверен, что это рекламным образом можно поддержать. Я вот еще о чем хочу сказать. Это был экономический аспект. А есть некий аспект, ну маркетинговый что ли. Потому что людям, читателям, телезрителям или читателям, им почему-то более интересно, чем обыденная жизнь, какие-нибудь истории из жизни сильных мира сего. Как они живут, кого они любят, с кем гуляют, с кем спят и как они воруют. В свое время еще Александр Сергеевич Пушкин, незабвенный наш, говорил, что людям интересно, что сильные мира сего или там великие люди там чихают и кашляют так же, как они. Я не цитирую, просто условно. Таким образом они себя уверяют, обычные люди, что они точно такие же, как и великие люди. Может быть, поэтому такой интерес к антикоррупционным расследованиям, к яхтам, моделям? Я думаю, совсем нет. Вот как раз антикоррупция, эта история немножко не про то, что приблизится к великим. Но, во-первых, я не считаю людей великими, когда мы говорим о такой повестке. Ну, это мы так считаем. А люди обычно когда видят, что у человека там миллиарды больше, и я имею в виду в долларах, они как бы к этому относятся уже немножко по-другому. Это тебе не в интернете развлекаться. Вот как тут... Ты тут не видеоблогер. Отвечу, почему в голливудских фильмах всегда воруют не миллиарды долларов, а миллионы? Потому что миллиарды очень тяжело представить человеку. Он не может представить такое количество нулей, сколько это, вагон денег или сколько. Поэтому всегда воруют чемоданчиками. А у нас уровень истории дошел до таких цифр, таких ярдов и триллионов, что люди просто отрываются. То есть они не представляют огромную разницу между 15 тысяч миллиардами зарплаты и теми полутора миллиардами, про которые речь идет. И я не считаю, что они пытаются хотя бы чуть-чуть сопоставить, приблизить, сравнить с теми людьми, которые это делают. А почему тогда им интересно-то это? Я думаю, что это интересно по стоку. Поскольку мне интересно, к примеру, заниматься помощью Диме Жевельеву. Ну, то есть я понимаю, с одной стороны, как бы история про Дед Морозин, когда на лечение какого-то ребенка собирают 1 миллион рублей или 2 миллиона рублей весь город по копейке. Масштаб цифры 6 нулей. И при этом мы выкладываем расследование, в котором 4,5 миллиарда потрачено только на лекарства, без остальных услуг. И эти цифры несопоставимы. Любой из этих участников ТОПа мог пойти этому ребенку 2 миллиона со своей годовой прибыли отдать и не заморачивать все вот это гражданское сообщество на сбор этих копеек. Ну, подождите, 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 подождите. Это разные совершенно вещи. Это разные вещи. Я просто сейчас на примере рассказываю о порядке цифр. И поэтому я не считаю, что там кто-то пытается сравнить или приблизиться с этой историей. Вовсе нет. Не сравнить и не приблизиться, а когда видишь недостатки большого человека, и они такие же, как у тебя, то ты как бы уже считаешь себя более, ну, скажем, большим. Не кроется ли в этом вот этот интерес к расследованиям, антикоррупционным и прочим-прочим-прочим вещам? Реакцией на такие статьи должна быть реакция сверху. То есть, подождите, должна быть реакция сверху? Нет, не должна. А мне кажется, наоборот. Реакция снизу есть, а реакции сверху нет. Она должна быть не сверху, а сбоку. Как мы помним, у нас ветви власти должны быть параллельны. Правильно? Законодательная, судебная. Параллельно, равноправно. И вот реакция должна быть не сверху, а сбоку. У нас есть проблемы в обществе. У нас формально есть разветвление, а на самом деле есть вертикальность. Ну вот, поэтому сейчас все ждут. Если президент в Штатах вызывает директора ФБР, это скандал. А у нас, если не вызывает директора, ну сами понимаете, какой организации, это тоже как так. То есть совершенно другое миропонимание. И вот здесь кроется, на мой взгляд, момент для некоторых, я бы сказал, реформ, для некоторых изменений. Потому что невозможно не реагировать на факты. И мне кажется, нереагирование сверху на эти факты как раз и вызывает некое непонимание людей. То есть снизу реакция есть, а сверху нет. В чем она, реакция-то, заключается? Вот этот самый патернализм, который качается уже пятый год у нас в стране. А реакция кого? Людей? Да. Снизу как бы побурлили. Они выходят на улицу? Ну это в лучшем случае. А в худшем они просто побурлили в соцсетях и все, и ждут теперь сверху. Ну давай, царь, покажи же нам реакцию-то свою. Должна же она быть. Ну вроде там кого-то сажают десятками, губернаторов и так далее. Ну ответ сверху всегда асимметричен. То есть он практически всегда не соответствует ожиданиям. Почему? Ну практически в 100% случаях. Не знаю почему. Зато если это соответствует сбоку, то народ и поворачивается сюда. Ну так это было бы хорошо, если бы народ понимал, что суд – это то окно, которое решит их вопрос, и почему не поворачиваться к нему? Я обеими руками и ногами за. То есть если есть некая болезнь, она должна лечиться соответствующими структурами, а не ждать реакции от Господа Бога или Батюшки Царя. Вот о чем речь. Те, кто вообще как бы вот пользуясь властью своей, помогают своим корпорациям зарабатывать, они вообще понимают, что они вообще рубят сук, на котором сидят. На котором вообще все сидят. Потому что… На этот вопрос нет ответа, это риторический вопрос, не знаю. Ну как же. Он сегодня риторический, а завтра исторический. Я, во-первых, я не историк. Единственное, что я могу из истории сказать, что во время публичных казней за воровство количество карманных краж… Уменьшалось. Наоборот. Возрастало. Именно во время, потому что там собиралась толпа. А, ну именно на площади на этой. Да, и все обращали внимание на ту голову, которая отлетает под гильотиной. И в это время был самый правильный и удобный момент – очистить карманы. Полагаю, в этом есть сермяжная правда. Все воруют, при этом они знают, что все одновременно не сядут. То есть сядет кто-то один, а им… Они как пассажиры в трамвае, что ли? То есть половина без билетов… Пронесет, да. А уж кого поймают одного-двух, это уж как повезет. Так что ли? Ну это, понимаете, страна же не трамвай. Страна – трамвай. Единственное, что я опасаюсь, конечно, вот… Я, конечно… Начинали про критику статей, да, и про негативное мышление. Безусловно, опасаюсь того, что такими статьями легализуется можно. Частой публикацией истории про коррупцию, про поголовную, подавляющую коррупцию, легализуемую. Привыкание сделать? Если говорят, да они воруют, 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 они воруют там ярды бесконечно, да блин, почему мне это нельзя? Наступает какой-то определенный иммунитет относительно того, что, ну господи, ну воруют и воруют. Видимо, так всегда и было. Второе – это общее правило. Ну раз они воруют, блин, почему мне это 100 рублей выкрасть нельзя? Мне вот не позволяет уровень культуры, что ли. Папа с мамой мне это внушили. Я вот знаю, что никто там не контролирует наши платные стоянки. Но я все равно плачу по предложению эти 15 рублей. Возвращаясь к трамвае, на самом деле вы сравнили страну с трамваем, но аналогичное сравнение было еще в 19 веке. Только там сравнили страну с птицей-тройкой. Правда, как говорили известные литературные критики, мы привыкли сравнивать Россию с птицей-тройкой. Но мы забываем, что в тройке-то сидел Тичиков, мошенник. Но мне кажется, что эти критики тоже кое-чего не учитывали. Они не учитывали того, что правил-то тройкой кучер, селефан. Я без аналогии, но то, что народ у нас такой своеобразный, может быть, в этом проблема. И что делать-то? Не писать и не расследовать коррупцию? Выход-то какой? Если много расследований, много исследований, много материалов, ну, действительно, там, почитаешь кое-что и жить не хочется. Ну, это и к некоторым не хочется. А некоторым хочется, только нет ли возможности и нам что-нибудь скрасть. Что этого не делать, что ли, или что? Выход-то какой. Вот для СМИ, да. Для СМИ. Ну, по факту, в региональной-то прессе особо про коррупцию никто еще и не начинал писать. Ну, на самом деле, это не совсем так. Ну, вот, в текущей обстановке, то есть, открывая там СМИ, подшивки, как мы говорим, да, за последние полгода, тишь да гладь, никто ничего не пишет. Я-то сейчас в целом говорю о формировании сознания, о формировании мировоззрения людей. То есть, что, им не надо много знать плохого или что? Выход-то какой-то? Не знаю, что делать, потому что, ну, на примерах, если каждый день читать новую газету, сойдешь с ума. Точно, совершенно. Если при этом еще одновременно слушать эхо Москвы, то сойдешь с ума еще раньше. Ну, либо станешь общественным активистом, либо сойдешь с ума одной из двух. Это одно и то же, на мой взгляд, но не будем. Это мое личное субъективное мнение. Мы, к сожалению, должны заканчить разговор. Если мы предложим вот такую формулу, довольно известную, мы будем делать то, что должно, и будь что будет. Да, у меня вообще не было задачи СМИ выпускать. Я вообще программист. И это все само случилось. Вы знаете, что меня больше всего радует? Это то, что программисты пошли в СМИ. И не знаю, доживу ли я до того момента, когда журналисты пойдут в программисты. Или хотя бы хоть что-нибудь начнут в этом понимать. Время подошло к концу, но это не наше время подошло к концу. Это подошло к концу время передачи. А наше время, я имею в виду, журналистов и программистов в едином порыве еще впереди. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо. 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 Спасибо.